Следующий трендовый вариант верхней одежды это бомберы и пуховики. В целом такие ракформы, я называю этот подход, утрированно разросшиеся, увеличенные надутые пуховики присутствовали и до этого, но так как брюки были поуже, это производило совершенно другой эффект. Сейчас в сочетании с трендовыми, широкими, свободными брюками либо джинсами получается нужная актуальная пропорция, что собственно видим на данном фото. Пуховики встречаются абсолютно разные по дизайну, разных текстур, но при этом именно ориентировка на форму бомбер и довольно небольшая длина это именно трендовое направление. Слева мы видим вариант с застежками и крючками, который как бы отсылает нас к более элегантному, более смарт-кажул стилю. Справа мы видим баллоневый пуховик из блестящего, характерного собственно для пуховиков водоталкивающего материала. Также на правой фотографии обратите внимание на палантин наброшенный на плечи парня, объемные шарфы и палантины. Это тоже классный тренд и я в целом люблю объемные шарфы, люблю такие вот прям накидки шали и это крайне удобно, крайне практично. И то, что это сейчас активно вошло в мужскую моду, сильно расширяет возможности для экспериментов с сочетаниями в образе. Также кроме супертрендовых актуальных коротких бомберов есть, конечно, и практичные варианты. И выбирая пуховик длиной ниже ягодиц, я рекомендую выбирать те варианты, которые имеют неравномерную структуру, то есть не просто порублены на такие сегменты. А как здесь мы видим, идет зонирование у нас, зона талии выделена косыми наклонными швами. И за счет того, что на рукавах тоже зоны разной ширины, не создается эффект человечки Мишлен. Вот это, собственно, тот эффект, которого следует избегать. Но в целом пуховики такой приличной длины, практичной, тоже сейчас актуальны, особенно в том случае, если вы придерживаетесь прям такого стрит-кэжуала. Возвращаемся к форме бомбера. Не только вариант в виде пуховика, но и варианты кожаного бомбера тоже актуальны. И мы видим слева фото с подиума специфическая фотография, создается впечатление, что это такие сиськи бабушки какой-то. Но, тем не менее, в варианте, где у нас на правой фотографии более акцентирован пояс, широкая резинка, и за счет этого изделия выглядит более завершенно, и нет вот этого эффекта сисек. Обращайте внимание на этот элемент, потому что бомбер без низа, без вот этого завершающего элемента, может часто смотреться бесформенно. В чем прикол укороченных бомберов? Они делают массивными плечи и руки. Собственно, получается такой терминатор. Вот, собственно, то, что мы видим на правой фотографии, там эффект явно заметен. Широкие джинсы, ой, широкие брюки, я уже говорил об этом. Также постепенно входят в моду крупные концептуальные надписи, и это связано с активностью протестов и протестных движений по всему миру. То есть люди ходят с плакатами на пикеты, и свою одежду также используют в качестве основы для нанесения надписей. Вот, собственно, этот тренд только-только входит, поэтому на эту тему не так много иллюстраций, но в следующей зиму это будет просто супер-хит. Летом, кстати, тоже очень много будет одежды с надписями. Также трендовым материалом для пуховиков и бомберов являются такие вот металлизированные варианты баллони, то есть они обладают максимальным блеском, каким-то таким перламутровым подтоном, что делает цвет очень сложным и глубоким. Такие варианты универсальны в плане сочетаний, но это всегда акцент, это всегда центральный элемент образа, поэтому, подбирая к ним дополнения, аксессуары, лучше выбирать более сдержанные, более темные оттенки. Я не помню, говорил я в ходе первого блока, в женской части точно об этом говорил. В общем, любой материал гладкой, блестящей текстуры всегда будет выглядеть более акцентно, будет больше обращать на себя внимание, чем материал матовой текстуры. И получается, что если у нас верхняя одежда идет глянцевая плюс насыщенного цвета, то есть однозначно она будет перетягивать на себя все внимание. И попытка добавить туда еще какие-то яркие аксессуары всегда будет приводить к безвкусицам. В целом вот бирюзового оттенка не только в виде металлика, но и в целом в разных вариантах ткани, и в разных вариантах оттенка тоже довольно много присутствует, потому что, с одной стороны, этот цвет довольно яркий, заметный, он не имеет такого сильного спортивного флера, как, к примеру, синий или красный цвет, то есть он довольно кэжуальный по настроению, и он легко может сочетаться, в том числе, с неконтрастными типажами, и в зависимости от настроения образ можно вырулить как в темную сторону, как и в светлую сторону. На левой фотографии мы видим как раз пример сочетания с светлыми предметами. Вот чисто голубой оттенок имеет прям ярко выраженный спортивный характер, собственно, поэтому он не настолько универсален, в отличие от бирюзового. Но, тем не менее, голубые пуховики такие дутые, объемные, тоже в тренде. Мне дико нравятся матовые обложки на пуховиках, мне кажется, они всегда более практичные, и в целом изделие выглядит, ну, в целостне завершение дороже, что ли, в том случае, если это вот такая матовая обложка. Также на этом фото хотел бы обратить ваше внимание на вельветовые брюки. Вельвет, как один из трендовых материалов, материал-то трендовый, но по факту в кэжуле его можно воплотить только в виде брюк. Рубашки из вельвета не самая практичная штука, а вот брюки зимой то, что нужно, потому что они теплее, чем обычный хлопок, теплее, чем обычные джинсы, и, соответственно, могут добавить такого оригинального шика образа, но при этом в таком широком крое это абсолютно стрит-стиль, то есть это не прэпи, не классика, а именно непринужденный стрит. Субтитры создавал DimaTorzok